Всем огромный привет! С вами Маша и добро пожаловать на мой канал Sweetie Sweet Money. Сегодня у нас с вами будет снова заказ аксессуаров с Алиэкспресс, поэтому кому интересно это видео и покупки и заказы с Алиэкспресс, оставайтесь со мной и не переключайтесь. И как всегда на все товары, которые сегодня вы увидите в этом видео, я оставлю ссылки внизу в инфобоксе, а также на магазин, где это все приобретало. Первое, что я вам сегодня покажу, это было украшение вот в такой упаковочке. Все украшения приходят мне в таких упаковках, кто не знает и кто не видел мои предыдущие два видео на украшение и манку. Можете перейти вот здесь по картиночкам и посмотреть другие мои заказы, также с этого магазина. Итак, первое украшение мне очень захотелось на самом деле в таком каком-то этно-стиле украшения, потому что у меня таких не было. Это украшение мне приглянулось и понравилось тем, что оно может менять свою длину. То есть, если вы хотите, можете сделать подлиннее украшение, если хотите, можете сделать покороче. За счет вот этого ограничителя на вот этой вот веревочке. Причем хочу заметить, что это получается украшение и из кожзама сделано, а также здесь есть акриловые элементы. Но, честно, хочу сразу заметить, что вот это украшение очень сильно воняет китайщиной. Ну и, конечно же, кожзаменителем тоже очень воняет, поэтому прежде чем я его буду носить, я его проветрую сначала, а потом уже, естественно, буду носить. Но, в принципе, мне очень понравилось украшение, потому что оно необычное, оно очень легкое и, как я уже сказала, может менять свою длину. И на мне оно будет выглядеть вот так. В принципе, вот, смотрите, оно получается вот такое вот длинное. Не знаю, мне вот такая длина более комфортная, на самом деле, в украшениях, особенно в подвесках, в каких-то жерельях, вот. Это для меня вот комфортная длина и мне вот с этим украшением очень даже нравится. На самом деле, прикольно, я считаю, смотрится, очень необычно, очень так экзотично, вот. В общем, я люблю все такие украшения. И, как раз-таки, к комплекту вот к этому жерелью у меня шли вот такие вот сережки. Тот же самый стиль, та же самая рассветка. Кстати, хочу заметить, что и у этих сережек, и у этого украшения были другие рассветки. Так что, перейдя по ссылочкам, можете посмотреть. Там было на выбор, по-моему, три расцветки. Это обычные сережки-гвоздики. У них есть две бусетки. Одна железная, одна силиконовая, которой я всегда пользуюсь. И также состоит из нескольких элементов кожзама, а также из акриловых элементов. Очень симпатично смотрится, особенно если это все одеть комплектом. Что давайте мы с вами и сделаем. Одену и покажу, как это будет смотреться. И знаете, реально при всем при том, что, хоть здесь тоже в сережках присутствуют элементы кожзама, но они совершенно не пахнут китайщиной, и это огромный плюс. И еще они очень легкие, достаточно комфортные, и нету никакого дискомфортного ощущения. Так что, плюс ко всему, мне очень нравится, что это вот такой вот крутой комплект. Можно так и как раз-таки на осень его одеть, и в принципе, можно все сезонно его одевать, и главное подобрать подо что. И, кстати, как вам понравился этот комплектик? Пишите в комментариях. Третье украшение тоже очень интересное и оригинальное. Это такая тоже подвеска своеобразная, ожерелье, можно сказать. Она тоже на шнурочке из кожзаменителя, причем здесь одна шнуровка, которая состоит из трех шнуровочек, и я считаю, самая главная фишка этого украшения, это, конечно же, вот эти вот четыре крутые подвески. Здесь у нас два серых квадратика, они из дерева и прокрашены в такой интересный серый цвет. Дальше мне очень понравилось вот это вот металлическое украшение куб. На самом деле, я даже не знаю, из чего именно оно сделано, но выглядит очень интересно и эффектно. И, конечно же, здесь есть вот тоже из дерева черный шарик. Очень аккуратно, очень красиво сделано украшение, хорошо прокрашено, нету ничего такого, к чему можно было бы придраться. И давайте на себе покажу, как это выглядит. Даже под эту кофточку выглядит, я считаю, вполне симпатично. Очень легкое украшение, шею не оттягивает и комфортно будет носить. Четвертое украшение, которому мы перейдем, это будут вот такие вот красивые, очень элегантные, нежные сережки. Это тоже обычные сережки-гвоздики, также две есть застежки-пусетки, одна железная, другая силиконовая. Здесь имеется 4 стразика, довольно-таки больших. Очень красиво на свету переливаются эти стразики. И мне безумно понравились эти сережки тем, что они очень нежно смотрятся, очень элегантно. И, в принципе, не видно, что это бижутерия, и тем более китайская, довольно качественно выполнена сережка. И давайте я вам покажу, как это выглядит на мне. И вот так вот эти сережки выглядят на мне. Мне очень нравится тем, что они действительно очень нежно смотрятся на ушко. Ну, и я считаю, что, в принципе, даже вот эти сережки с этим ожерельем тоже смотрятся неплохо. А вы как считаете? Пятым украшением, тоже вот в такой упаковочке было, в коробочке, это был вот такой браслет. Причем это браслет, который состоит из 5 отдельных браслетов. Честно хочу сказать, что сейчас я буду ругать это украшение, потому что оно меня разочаровало. Во-первых, меня разочаровал уже тот факт, что украшения пришли очень потертые, зашарпанные какие-то. Конечно, когда одеваю я на руку, совершенно этого не видно, но я-то знаю, что тут уже есть какой-то дефект, и это очень некрасиво. Я уже сказала, браслет состоит из 5 отдельных браслетов. Первый такой мини-браслетик, это, как можете заметить, вот такой браслет, который продевается через ручку, и на нем есть вот такая цепочка. Дальше давайте пойдем вот такой браслет, он, как вы можете заметить, растягивается, то есть налезет на любую руку. И вот как раз-таки вот этот браслет больше всего пошарпан, и очень это некрасиво выглядит. Дальше, как видите, это вот так выглядит. Вот такой браслет с голубыми камушками, так это выглядит дальше на руке. Вот такой интересный браслетик с надписью, тоже довольно симпатично смотрится это все вместе. И завершающий браслетик, это вот такой был с розовенькими бусинками. Могу сказать сразу, что я очень давно хотела вот такой браслет, именно, знаете, вот он и вроде бы и летний, и на море пойдет, да, но он совершенно неудобный, вообще его неудобно носить. Они друг с другом, эти браслеты переплетаются, очень это неудобно, очень причиняет мне лично дискомфорт, цепляются за одежду. Так что вот такой браслет я вам точно не порекомендую, потому что, ну, он совершенно непрактичный. На этом были все украшения из магазина Иманко. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Надеюсь, вам какие-то украшения понравились. Кстати, напишите в комментариях, какой из пяти украшений вам понравилось больше всего. Не забудьте, конечно, подписаться на мой канал, если вы еще не являетесь моим постоянным зрителем. А также заходите на мой инстаграм. Там очень много и лайф-фоток, а также много бьюти-фотографий. Я там рассказываю о продуктах, которых я не делюсь с вами здесь. Так что заходите, думаю, будет вам интересно. И плюс хочу сказать, что у меня появился второй влоговый канал под названием «Мария лайф-влог». Так что заходите, там у меня ежедневно выходят влоги из моей повседневной жизни, о моей семье. В общем, рассказываю вам о своем сыне, о том, как он растет. Также рассказываю и делюсь с вами там своими проблемами. В общем, подписывайтесь и на второй мой влоговый канал. И не забудьте вступить в мою группу ВКонтакте. А с вами была Маша. Всех очень люблю и целую. До встречи в новых видео. Пока-пока!